Первые попытки взять Ортау на этом всегда и заканчивались. Держаться будем левого берега, здесь ледник не очень разорван. Опасаться нужно только лавин. Иногда они сходят со стены. В конце ледопада наверху первая ночевка. Далее стена. Ну, хорошо, пойдем дальше. Вот это самое заковыристое место. Тут надо быть особенно внимательным. Где-то здесь погиб Ильяко. Вряд ли мы одолеем стену за день. Придется оставить мысль об удобном ночлеге. В лучшем случае на третий день мы выйдем на плато под вершиной. А где же вершина? Ее отсюда не видно. Вот эта белая шапка над стеной. Начало подъема к ней. Здесь мы оставляем палатку, рюкзаки и налегке идем к вершине. А спуск там какой? Простой. Немного скала, в основном снег. Вот отсюда придем, через эту перемычку. Вон там на плече. Значит так, Володя. Связь с первых двух ночевок утром и вечером. Для подстраховки ракеты. Белая все в порядке. Красная. Ну, красной мы постараемся не давать. С той стороны вершины связи может не быть, учти. Там вообще спокойно. Понятно. Вот там за перевалом море. Идемте со мной. Два дня и мы там. Об этом говорить еще рано. Ну, когда я вернусь, мы продолжим наш разговор. Посмотрим. Какая высокая стена? А сколько там метров? 450. Так это выше московской университеты? Два университета. Как раз два. Кошмар. И вы все на нее полезете? Зачем? Спросите лучше, сколько нам платят за это. Платят. Ну, ладно, ребята, давайте отдыхать. Впереди четыре дня работы. Выходим пораньше, часа в три. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парень в горах не ах. Парень в горы тяни, рискни. Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого положить на него. Земля, земля, я небо, отвечайте! Прием! Земля, земля, я небо! Слышу вас...